Время летит неумолимо. Казалось, еще вчера весь мир был прикован к экранам телевизоров и, не веря происходящему, смотрел, как два самолета врезались в здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В знаменитые башни-близнецы эти символы Америки и Нью-Йорка. Ну а между тем прошло уже 15 лет. Сегодня мы вспоминаем жертв той трагедии. Память своих погибших товарищей почтили нью-йоркские пожарные. Вспоминальная церемония прошла в соборе Святого Патрика, главном католическом храме Нью-Йорка. Там присутствовали практически все сотрудники пожарного департамента Нью-Йорка и мэрии города. Это, конечно, неудивительно. Во время терактов 11 сентября в Нью-Йорке погибло почти 350 пожарных. Я не могу даже представить, что вы чувствуете сегодня. Многие из вас говорили, что боль никуда не делась. Это тяжело. Сегодня мы вспоминаем наших друзей, работавших в пожарном департаменте. Мы гордимся ими и не собираемся забывать. Ну а еще раньше товарищи вспоминали полицейские. Они устроили парад, прошли по центру Нью-Йорка, прямо до мемориала жертвам терактов. Он расположен на том самом месте, где стояли башни-близнецы. Теракт унес жизни почти ста полицейских. На поминальных парадах американских копов и пожарных до сих пор звучит кельтская волынка. Эта традиция пошла еще с середины 19 века, когда ирландских эмигрантов брали только на самую опасную и малооплачиваемую работу. Мы собрались здесь, чтобы почтить память наших погибших братьев и сестер, наших близких, которыми служили в полиции. Ну а главные мероприятия, конечно, пройдут в Нью-Йорке сегодня вечером. Обычные люди выйдут на улицу, чтобы вместе вспомнить те страшные события. Хотя, кажется, никто и никогда уже не сможет их забыть. Хроника ужасных часов 11 сентября 2001 в нашем материале. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Даже сейчас, когда смотришь на эти кадры, вообще не верится во всю чудовищность происходящего. С терактов 11 сентября США прошло 15 лет. Но экономические последствия ощущаются до сих пор. Эти атаки стали крупнейшими по воздействию на мировую экономику за всю историю человечества. Теракт чуть было не разорил крупные страховые компании, услугами которых пользовались арендаторы Всемирного торгового центра. Убытки страхи. Убытки страховщиков составили около 40 миллиардов долларов. Американские акции одномоментно упали в цене на 7-8%. Американский фондовый рынок закрыли аж на 4 дня. В последний раз такое было во время Великой депрессии. Сильно просел и доллар по отношению к главным мировым валютам. Цены на золото взлетели почти на 30%. Но некоторое время повысились цены на нефть и газ. Теперь о долгосрочных последствиях этой трагедии. В первую очередь надо сказать о том, что рецессия, которую и так наблюдали в мировой экономике, в целом и в американской в частности усилилась. В конце 2001 года ожидался рост на 2 с лишним процента. Экономика просела в результате на 1%. В результате атак Нью-Йорк лишился почти полумиллиона рабочих мест. Уровень безработицы через три месяца после терактов достиг 6%. Экономические проблемы США скопились не только внутри, но и давили извне. Страна вступила в затяжной долговой кризис. Сейчас внешний долг Америки составляет 18 триллионов долларов. Такую сумму вообще даже тяжело себе представить. Отчасти к его неудержимому росту приложили руку именно террористы. Сейчас объясню вам почему. После терактов 11 сентября было решено увеличить расходы национальной безопасности, оборону и борьбу с террором. Все это по самым только скромным подсчетам прибавило к внешнему долгу США почти 2 триллиона долларов. Сюда относится и тотальная слежка населением, то есть программа Агентства национальной безопасности, и вся эта сноудинская тема с прослушкой. Ну и конечно военные операции США за рубежом. А это я напомню Афганистан в 2001, Ирак в 2003, новая волна афганского конфликта в 2009, ну и наконец Сирия в 2014. Расходы на оборону США повышают из года в год, что тоже долговое время, конечно, не облегчает и полномерно увеличивает. Продолжение следует... Продолжение следует...